Давайте, да, мы, наверное, начнем нашу дискуссию, я думаю, что Георгий сейчас тоже к нам подойдет. Вот, значит, мы сегодня у нас, так сказать, ну уже третий по счету столб, посвященный реформе контроля надзорной деятельности и регуляторной гильотине. Вот, и, значит, и наш столб посвящен новому образу государственного инспектора. Ну, просто в порядке каких-то общих вводных слов хотелось бы о чем сказать. О том, что реформа, которая получила обиходное название регуляторной гильотины, это, конечно, не только про гильотину, то есть не только, собственно, про как бы урезание старых обязательных требований. Вот, это такая полноценная и полномасштабная реформа, которая затрагивает все сферы, все аспекты государственного контроля и надзора. Поэтому основой этой реформы являются как бы два основополагающих закона. Один закон об обязательных требованиях, закон материальный, так называемый, да, который устанавливает, каким образом материальные требования, каким образом обязательные требования должны устанавливаться, по каким принципам, как, значит, каким принципам они должны удовлетворять. И второй большой закон – это закон процедурный, который посвящен процедуре государственного контроля. И сегодня мы в нашем третьем столе, посвященном контрольно-надзорной реформе, мы решили взять какую-нибудь необычную тему, которая в такой постановке не звучала ранее, поговорить о том, каким образом в новой системе должна выглядеть центральная ее фигура со стороны государства. Это, собственно, инспектор. И сегодня у нас в составе нашей панели несколько руководителей контрольно-надзорных органов, которые, я думаю, дадут свой интересный взгляд. Но, наверное, мне хотелось бы все-таки первое слово предоставить представителю хозяев мероприятия Георгию Идрисову. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я приношу извинения за то, что мы в таком стесненном помещении сегодня оказались. Сейчас немножко отдышусь. Уважаемые коллеги, я хотел рассказать о той работе, которую Академия народного хозяйства и госслужбы вместе с большим количеством вузов и контрольно-надзорных органов провела в прошлом году. У нас работала по поручению правительства рабочая группа по разработке программ профессиональной подготовки и научных исследований в области контрольно-надзорной деятельности. А поставьте, пожалуйста, презентацию, где-то она есть. В рамках которой мы исследовали весь ландшафт того, как устроены образовательные и научные программы для того, чтобы готовить инспекторов нового формата. И здесь, в первую очередь, хотелось бы отметить два аспекта. Это первое, что текущие изменения в контрольно-надзорной деятельности имеют с собой такой серьезный достаточно фундамент, тектонический, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения права. Потому что анализируя то, каким образом сейчас устроена квалификация и подготовка инспекторов, как фактически осуществляется работа, мы понимаем, что есть большое количество таких основ с экономической точки зрения, лежащих внутри теории реализации, теории игр, математической статистики даже банально. Потому что, говоря о рискориентированный подход, мы подразумеваем, что как минимум мы должны уметь считать вероятность наступления тех или иных событий и величину ущерба, который возникает в результате возникновения этого рискового события. Какова, например, ценность человеческой жизни или какой ущерб, который приносит излишний шум, загрязнение окружающей среды, пробки на дорогах и так далее. Это всё нужно не только для того, чтобы категорировать объекты наблюдения, объекты контроля на различные рисковые группы, кому-то приходить реже, кому-то приходить чаще, а это в том числе нужно для того, чтобы понимать, какие конкретно контрольно-надзорные мероприятия рекомендовать делать в первую очередь при том или ином ограниченном бюджете. Это фундаментальная основа, которая лежит внутри экономики. Внутри права, внутри юриспруденции, это, конечно, базис лежит внутри деликтного и контрактного права, гражданской и уголовной ответственности. Мы понимаем, что... Это не моя презентация. Потому что фактически сейчас идёт... Да, показывайте, какая есть. Фактически с нуля идёт разработка законодательства, введение понятия об обязательных требованиях. Мы знаем, что оба закона сейчас находятся на... Внесены в Государственную Думу и будут рассмотрены в самое ближайшее время. К сожалению, у нас нет вот такой юридической традиции на данный момент, которая бы позволяла нам достаточно быстро писать эти законы. Поэтому глубокое научное осмысление новых текстов и юридическим сообществом, и экономическим сообществом начинается только теперь. Мы рассчитываем искренне, что в ближайшее время такая новая фактически наука о том, как должна выглядеть контрольно-надзорная деятельность, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения права, будет возникать. Ну вот теперь дальше, говоря уже о сути той программы профессиональной подготовки научных исследований, которую мы сформировали. Ну, если без слайдов, давайте я попробую на словах рассказать. Мы проанализировали большое количество образовательных траекторий, по которым сейчас идут специалисты по контрольно-надзору. Эта работа проводилась совместно с как образовательными организациями, как высшего образования, так и СПО, анализировали, какие программы из ДПО, так и в тесной связке с контрольно-надзорными органами, смотря какие профессиональные требования предъявляются к инспекторам. Это не обязательно рядовые сотрудники, но в том числе и среднее звено, и высшеуправленческое звено, которые предъявляются на местах. И мы поняли, что большое количество образовательных траекторий в большей степени сейчас сосредоточено, а, либо в специалитете и магистратуре, что касается общих сведений, ну, как бы сказать, общих компетенций, общих навыков о том, как устроено наше законодательство. В первую очередь, эти программы по направлению отлично. Государственное муниципальное управление. Это моя презентация. Перемотайте, пожалуйста, тогда сразу несколько слайдов вперед. Следующий. Вот. Нет, вот этот. Да, третий. Специалитеты магистратуры – это в большей степени программы, которые ориентированы на появление базовых компетенций, и ДПО в различных вариантах, дистанционные, очные, с отрывом производства, без отрыва производства – это те программы дополнительного профессионального образования, которые реализуются уже для переобучения готовых специалистов. По результатам этой работы мы составили для себя такую матрицу из шести ключевых компетенций, которая по результатам работы рабочей группы должна составить основу облика нового инспектора. Это, как на слайде и есть, общепрофессиональные компетенции по ГМУ. Понятно, это знание того, как устроено наше законодательство, каким образом оно применяется к контролю надзорной деятельности. Это уже пятый пункт, шестой – это специализированные углубления в то, какие есть виды, формы контроль надзорных мероприятий, виды ущерба, храняемых законы ценностей. И, безусловно, эти правовые компетенции. И вот два новых, так скажем, блока, которые мы сюда добавили, второй и третий – это специальные знания в области анализа данных и компетенции в сфере информационных технологий. Мы понимаем, что без этого современному инспектору, без понимания того, что такое риск, как его оценивать, как может быть устроена кодификация законодательства в сфере контрольного надзора, нам здесь не обойтись. И мы предлагаем условно такой целый пучок образовательных траекторий в рамках этой программы, которую мы внесли в правительство. Целый пучок образовательных траекторий, который позволяет вырастить постепенно, как не обязательно этот процесс очень быстрый, вырастить людей, как бы новой формации, людей новых компетенций. Притом, безусловно, мы понимаем, что выращивание с уровня бакалавриата, специалитета, магистратуры займет, понятно, большое количество лет. Переобучить в том числе и работать по новым законам нужно уже как минимум со 2 января 2021 года, а лучше начинать включаться в процесс уже сейчас. Именно поэтому мы говорим, что основными такими, как сказать, флагманскими программами, системно переобучающими инспекторов по различным сферам и углубляющим знания в отдельных сферах контроля и надзора могут стать программы MPA и DPA, это Master of Public Administration и Doctor of Public Administration, которые основаны в основе своем на углублении знаний по направлениям в государственном и муниципальном управлении, и вот дальше уже детализированные по отдельным сферам контроля и надзора, по отдельным вопросам, которые есть, детализирующие, углубляющие компетенции те, которые нужны. Если это нужны, значит, это юридические компетенции, может быть, это компетенции в области анализа данных, может быть, это компетенции правовые. Значит, итоги, примерные выводы, которые мы внутри этой программы сформировали, это то, что эта программа, ее не может реализовать отдельный ВУЗ или отдельный какой-то научно-образовательный центр или учреждение как таковое, мы предлагаем децентрализованное управление этой программы, основные уровни подготовки – это специалитеты магистратуры, если мы выращиваем инспекторов фактически с нуля, и углубленные знания в рамках программ ДПО, если мы говорим об ускоренном в течение года-двух переобучении значимого количества, имеется в виду десятки тысяч человек в течение ближайших пару лет. Причем, безусловно, понимая, что пучок семейства этих программ может быть очень разнообразной, очень насыщенной по компетенциям, мы предлагаем создание некоторой образовательной платформы по контрольно-надзорной деятельности, которая бы позволила в свете различных сфер контроля и надзора, по крайней мере, некоторому центру компетенции, создание тоже, которого предполагается сверять и как бы выверять, допустим, чтобы математическая статистика была примерно от одного уровня, чтобы не было профанации, чтобы это все было сопряжено с той работой рабочих групп по регуляторной гильотине, которые вот с конца прошлого года уже неактивно начали работать, и в этом году, собственно, в 2020-м будут продолжать свою работу. То есть это должно быть как бы обучение в процессе непосредственной деятельности, а не обучение по каким-то готовым наработкам, которые в лучшем случае, ну вот, в случае формирования этой науки может произойти там через два-три, в лучшем случае, лет. Безусловно, эти направления должны поддержать научные исследования, также в рамках реализации децентрализованной модели и выполнение государственного задания ведущими вузами, научными организациями в сфере контроля надзора. Мы предлагаем четыре основных блока этих научных исследований. Это как идентификация и выделение рисков, как я уже сказал, расчет их вероятности, расчет статистической стоимости, ущерба, причиняемого различным охраняемым законом ценностей. Это оценка последствий того или иного регулирования, то есть сколько на самом деле оно стоит, не предполагая, что оно бесплатно. И, безусловно, это техника, безусловно, это новые технические подходы к тому, каким образом те или иные обязательные требования могут мониториться, желательно в удаленном режиме, в режиме, который снижает издержки. Потому что мы понимаем, что, по крайней мере, по образовательной сфере практически у каждой организации есть большое количество информационных систем, и за многими, грубо говоря, все, что можно оцифровать, надо оцифровать и наблюдать за этим удаленно, создав, возможно, какой-то мониторинг, который будет оценивать, насколько возникают риски или нет, и только при их возникновении иметь какой-то вид контрольно-надзорного мероприятия. Это я, пожалуй, опущу. Отдельно хочется сказать, что Академия народного хозяйства, конечно, системно работает по поддержке хода этой реформы. Мы представлены в различных рабочих группах по реализации механизма регуляторной гильотины, по отдельным сферам, мы понимаем в целом отдельные ключевые задачи, стоящие на 2020 год. Сейчас я их перечислю и уже закончу. Первое – это, конечно, кодификация законодательства обязательных требований. Эти поручения уже даны. Второе – это реализация образовательных и научных программ. Я про это подробно говорил сейчас. Какие это могут быть образовательные программы – понятно. Какие это могут быть научные исследования – в целом понятно. Дальше в режиме государственного задания и целевого заказа соответствующими контрольно-надзорными органами в тесном координации с образовательной и научной сферой это может быть выполнено. Третий момент – это, безусловно, разработка моделей регулирования по каждой сфере. Это третий-четвертый пункт реализации дорожной карты по регуляторной гильотине. Мы понимаем, что для того, чтобы гильотинировать те или иные требования, требования, содержащиеся и в федеральных законах, содержащиеся и в соответствующих нормативно-правовых актах, нужна некоторая модель. Каждая рабочая группа, которая работает при правительстве, экспертная группа, она должна сверяться с некоторой целевой моделью для того, чтобы ориентироваться на образ новой регулирования, государственного регулирования той или иной сферы и в тесной связке находиться с этими образовательными и научными программами, которые есть. Это работа, которая уже непосредственно ведется. И последний блок – это разработка предусмотренного законопроектом кодекса этики инспектора. Тоже поручения, соответствующие уже даны. Будем со стороны науки активно подключаться и к этой работе тоже. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо за интересное выступление. Вы, как и предполагалось, сконцентрировались на той части нового инспектора, которая связана с его подготовкой. Если попытаться упростить то, что было сказано, то, наверное, первый вопрос, который, может быть, у просто человека с улицы может здесь возникнуть, то есть понятно, что речь идет о специальной подготовке инспектора именно как контролера. Но понятно, что, поскольку контроль осуществляется в самых различных, в том числе и таких технически сложных отраслях, то, прежде всего, инспектор – это специалист в своей области знания. То есть это специалист-инженер, это специалист-медик, это специалист в области санитарного благополучия, это специалист в области каких-то иных технических, биологических иных процессов. Поэтому, скорее всего, когда мы говорим о специальной подготовке инспектора, то мы говорим о том, что мы даем ему некий дополнительный набор знаний, которым он должен обладать, но уже, по сути дела, готовим его специально как чиновника. Но, наверное, все-таки восприятие тех людей, которых контролируют инспекторы сегодня, это важная часть образа инспектора, но очень важно, как фактически осуществляется контроль с точки зрения тех технологических знаний, которыми мой инспектор обладает. Поэтому мне кажется, что здесь было бы интересно послушать наших уважаемых коллег-контролеров, которые здесь находятся, и посмотреть на ситуацию теперь их глазами. То есть как должен выглядеть инспектор в глазах руководителя контроля надзорного ведомства. Михаил Альбертович, может, скажите несколько слов об этом? Да, спасибо. Спасибо большое, Юрий Сергеевич, глубоко уважаемые коллеги. Можно презентацию поставить? Я бы хотел продемонстрировать несколько слайдов. Ну, в первую очередь, поскольку Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения имеет специфические объекты, это фарма-организации, это производители медицинских изделий, лекарственных препаратов и медицинские организации, то, конечно же, я бы хотел начать... Погоны, Михаил Альбертович, погоны-то где? Ну, вот мы... Нас очень просили, чтобы мы как раз погоны и не делали, поэтому вот мы ушли от этого, все-таки больше к медицине, но, тем не менее, знаки отличия. Очень признателен, что закон уже содержит определенные требования по форме одежды инспектора, и это принципиально важно, потому что он должен быть узнаваем, ну, как общество без цветовой дифференциации штанов не имеет будущего, да? Ну, я бы сказал, что если бы меня такой человек на улице остановил бы с жезлом, я бы остановился сразу, конечно. Это как раз принципиально важно, что это не форма государственного служащего, это форма инспектора. Мы сэкономили на моделях, поэтому выступили сами. Принципиально важно, что знаки отличия там тоже будут, поскольку у нас основной инспекторский состав – это медики, фармацевтические специалисты в фармоотрасли и технические специалисты по медицинским изделиям, то, соответственно, у них у всех будут свои знаки отличия для того, чтобы, соответственно, медицинская организация или фармаорганизация этот человек был узнаваемый. За последние годы действительно уже мы двигались трендом, что взаимодействие с бизнесом должно быть в определенной степени партнерское, поэтому сегодня даже мы представляли определенный наш проект, который уже реализован в законодательстве. Это система менеджмента качества, которая разрабатывалась непосредственно Росздравнадзором, специалистами, которая сегодня имплементируется в медицинские организации и стала уже лицензионными требованиями. Поэтому вот здесь вот такое взаимодействие с бизнесом, которое фактически хотело само стать лучше и медицинские организации, и фармаорганизации, поэтому вот эта разработка, она действительно стала ключевым моментом. Новый формат контроля – это риск ориентированный, который у нас уже внедрен, но мы очень ждем закона о контроле, потому что новые формы, которые туда заложены, мы, конечно, бы с удовольствием бы их начали внедрять. Это определенные формы инспекторского визита, это короткий интервал взаимодействия, но при этом который позволяет нам именно процессно выявить те или иные проблемы в медицинских фармаорганизациях, не задерживаясь на продолжительное время, там на три, на четыре недели. Принципиально важна структура компетенции инспектора, поскольку у нас именно знания, специфичные знания, те, которые относятся к hard skills, они имеют ключевое значение. Конечно же, нам необходимо было учитывать и подготовку тех сотрудников, которые мы набираем. К сожалению, хочу сказать, что набор просто специалистов из отрасли, приходящих в Росздравнадзор, не позволяет их сразу поставить инспекторам. Фактически для каждого из них нужно прикрепить или наставника, или пропустить через определенную служебную подготовку. Без этого фактически никак. Но базовые знания государственным служащим всегда сохраняются, но при этом комплексная система работы с мотивацией, индивидуальное развитие, это стало принципиально важным. Причем в последнее время стало актуальным еще развитие не просто hard skills и soft skills, но и self skills, потому что взаимодействие в рамках международного сотрудничества, плюс появились международные площадки, которые подлежат инспекции у производителей, поэтому наличие определенных знаний и языковых, и так далее, тренировка памяти, и так далее, становится сегодня востребованной вещью. Академия Раздравнадзора, которую мы с 2017 года стали реализовывать с Первым Московским государственным медицинским университетом, действительно дает свои результаты, и в том числе используется такой метод, как обучение обучаемых, то есть это передача знаний от специалистов, имеющих высокие навыки, к молодым специалистам, это тоже очень важный момент. Масса интерактивных методов и так далее. У нас ежегодно проводятся обязательно выездные коллегии, минимум четыре учебы ежеквартальных, больших, серьезных, ну и плюс ежемесячно практически приходят занятия в режиме видеоселекторов и так далее. В 2017 году мы начали впервые переходить на формат чек-листов. Конечно, для этого необходимо было сразу создать и приложение, которое будет использоваться, но и на сегодняшний день инспектор выходил уже непосредственно с PC, устройство мобильное непосредственно заполняет сразу и выгружает это в автоматизированную информационную систему. Профессиональное развитие инспектора складывается и из стажировок, и разработки обучающих. Мы начали снимать даже фильмы, учебный фильм по контрольной закупке, как только вот в этом году, в 2019 году она появилась, в том числе с контрольными заданиями, выявить нарушения, выявить замечания, которые были сделаны инспектором при проведении контрольной закупки, учебный фильм «Осторожный инсульт» и ряд других. Но плюс у нас издается еще «Вестник Росздравнадзора», журнал рецензируемый, который входит в один из топовых рейтингов ВАК. Специализированные тренинги по развитию личностных качеств, но и мотивационный профиль, конечно же, программа нематериальной мотивации, это очень серьезно. Вот результаты оценки. Очень благодарен Минтруду за их методические разработки. При оценке мотивации патриотическое служение и профессиональное содержание у нас действительно находятся на высоком уровне, но мы это связываем в первую очередь с тем, что все-таки основная масса – это закончившие медицинские вузы, все-таки когда говорят, что там клятва Гиппократа, это какой-то пустой звук и так далее, не так это, все это не так. Действительно, специалисты, приходящие с медицинским образованием, имеют высокую мотивацию профессиональной работы. И работая непосредственно с нашими специалистами, мы видим, что основной упор делается на мотивацию достижений. И это зеленый пунктир – это как раз то, что после проведения развивающих мероприятий мы оцениваем по работе со специалистами. Ну и ключевым, конечно, для нас являются несколько параметров. Нельзя оценивать, нужно брать какие-то реперные значения. Вы видите, в 2013 году текучесть кадров в территориальных органах и в центральном аппарате была очень высокая. В центральном аппарате текучесть составляла 40%, в территориальных – 24%. В 2019 году по результатам года она упала и составляет в центральном аппарате эти 14% и 17% по территориальным органам. Тройки лидеров по итогам определения индекса качества администрирования Росздравнадзор последние годы находятся в лидирующих позициях. Поэтому, на мой взгляд, вот те вещи, которые сегодня происходят, они уже реализуемы правительством эффективны. Конечно же, после выхода тех законов, о которых Юрий Сергеевич, Вы говорили, конечно же, необходимо будет переходить и к формату обучения, к единым принципам обучения инспекторов по применению кодекса административных правонарушений, работы с обязательными требованиями. Вот эта вещь, она потребует обязательно, чтобы она была единая для всех надзорных органов, потому что эти те, уже, наверное, их нужно считать все-таки hard skills, навыки, которые позволят находиться в едином пространстве для применения законодательства Российской Федерации. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, вот осталось только определиться, когда и на какую кинопремию будем выдвигать фильмы проведения проверки, особенно «Осторожный инсульт», вот этот, значит, просто стажерный триллер. Фильм «Осторожный инсульт» полтора часа занимает, снят совместно с Институтом Склифосовского и фактически используется сегодня как учебно-методическое пособие не только для инспекторов, но и для специалистов с средним и выжившим медицинским образованием. Поэтому это второй опыт нашей жизни. По-моему, сам инсульт быстрее, чем фильм. Нет, как раз оказание помощи при инсульте составляет примерно столько же времени. Спасибо, спасибо большое. Да, ну, мне кажется, чтобы не допустить, значит, инсультов контроля и надзоре, нам еще важно получать, как бы, взгляд со стороны не только контролирующих органов, но и со стороны, как бы, тех, ради кого в конечном итоге контроль и существует. Я обратил внимание, что сейчас пока что в первых наших сообщениях, конечно, основной упор был сделан на подготовку инспектора, на то, как инспектора научить и сделать его лучше. Но было бы очень интересно узнать взгляд со стороны тех, кого контролируют инспекторы. Действительно ли квалификация инспектора является, ну, как бы, тем ключевым запросом со стороны подконтрольного сообщества, да, которое, ну, действительно является самой-самой важной. Или, может быть, для тех, кого контролируют, важнее не квалификация инспектора, не то, как он владеет, как бы, вот этими основными и дополнительными навыками, а что-то другое. Да, этот вопрос хотелось бы задать Александру Акновичу Броверману. Расскажите нам, как со стороны малого бизнеса ситуация выглядит. Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Юрий Сергеевич, спасибо за приглашение. Попробуем посмотреть, как малый и средний бизнес видит сегодня проверочные мероприятия. Пожалуйста, слайд. Следующий. В прошлом году, в 2018 году на один субъект малого среднего предпринимательства, как вы видите, приходилось 2,6 проверки. В 2019 году, в ушедшем году, это стало 2,3, то есть количество проверок уменьшилось. Если говорить о соотношении плана и внеплана, то на малый средний бизнес в 2018 году вне план составляет 94,4%. То есть на план приходилось менее 6%. Вот такая ужасающая совершенно цифра, да? Значит, теперь, сейчас ситуация несколько улучшилась, благодаря в том числе и действиям Генеральной прокуратуры, смею предположить и действиям корпорации, которую возглавляю. И ситуация немного изменилась, это 81,4%, но, как мы докладали, долю президенту, ситуация по-прежнему по соотношению плана и внеплана остаётся, на наш взгляд, тревожной. А мы... Здесь приведены примеры, к сожалению, достаточно мелкие, но, если вы посмотрите, то здесь и ситуация по... Мы взяли несколько контрольно-надзорных органов, вы посмотрели ситуацию по типам проверок, по видам надзора, по использованию проверочных листов. Это вопрос, о котором задавал Юрий Сергеевич, сейчас совершенно верно. Что ключевым является сегодня для бизнеса? является соблюдение тех требований, которые указаны в проверочном листе, или квалификация инспектора, как они соотносятся друг с другом. Мы увидим это потом по тому зеркальному реестру, который правительством, генеральной прокуратурой и корпорацией по поручению президента был разработан и с 15 ноября прошлого года уже функционирует. Давайте посмотрим, пройдем тоже чуть дальше. Это Роспотребнадзор. Вот вернитесь на Роснадзор, поскольку здесь вот Михаил Акбертович говорил, здесь тоже есть и картинка по типам проверок, по использованию проверочных листов, по видам надзора, по видам деятельности субъектов МСП, которые проверялись. Такая статистика и аналитика уже имеются. После того, как мы провели аналитику, появилось поручение президента Российской Федерации по поводу создания зеркального реестра проверок. Что такое зеркальный реестр проверок и для чего он вообще сделан? Вы знаете, что все проверки отражаются в едином реестре проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Как плановые проверки, так и внеплановые, которые в течение пяти дней по окончании проверки должны быть в этот реестр внесены. На самом деле ситуация не просто иная, она радикально иная. Не вносятся результаты проверок по срокам в течение до полугода по внеплановым проверкам. По плановым проверкам ситуация тоже не всегда отвечает этим требованиям, которые есть даже в действующем законодательстве. Значит, поэтому то, чтобы получать обратную связь от бизнеса, был разработан и функционирует, как мы уже говорили, зеркальный реестр. Мы преследовали три цели, три блока в решении задач. Первый блок, бесспорно, это обратная связь бизнеса с контрольно-надзорными органами и Генеральной прокуратурой с точки зрения, а, возможности сообщить о тех нарушениях, которые были у контрольно-надзорного органа во время проведения проверки. Второй блок, это блок не менее важный, я еще раз хотел бы сослаться на Михаила Альбертовича Мурашко, это предупреждение нарушений и восстановление прав. Это крайне важный блок. Мы считаем, что контрольно-надзорные органы теперь с помощью зеркального реестра могут, мы сейчас покажем, как он работает, систематизировать те нарушения, которые носят массовый характер, и сделать специальную пошаговую процедуру для бизнеса, для того, чтобы эти нарушения были предупреждены или не повторялись вновь. Это просто блок такой же важный, как и возможность пожаловаться в Генеральную прокуратуру. Третий блок, это блок для центральных аппаратов контрольно-надзорных органов, которые будут видеть теперь количество нарушений, о которых сигнализирует бизнес, и по этим нарушениям принимать решения относительно своих инспекторов. Такой опыт уже имеется. Анна Юрьевна Попова у себя такое рейтингование ввела уже, и пять последних локальных инспекций по тех, которые нарушают больше других, они просто покидают свои рабочие места. Поэтому вот такие три блока. Мы докладывали об этом совместно с представителем правительства и Генеральным прокурором докладывали президенту Российской Федерации. Дальнейшая работа по реестру, по зеркальному реестру одобрена. Он будет являться частью регуляторной гильотины. Бесспорно, он претерпит изменения в соответствии с изменениями, которые в закон, а сейчас мы совсем коротко покажем, как он функционирует. Пожалуйста, Саша, как работает предприниматель. Будь добр, прокомментируй, пожалуйста. Александр Ефимович Токар, он руководитель дирекции маркетинга корпорации, федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Пожалуйста, Саша. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами находимся на ресурсе, который называется в портал бизнес-навигатора МСП, соответственно, один из сервисов, который сейчас перенесен в первую строку, новый сервис, который мы продвигаем, это как раз сервис поиска проверок для оставления обратной связи предпринимателями по результатам таких проверок. Соответственно, мы с вами заходим в этот сервис поиск проверок, нажимаем «Найти проверки», и предприниматель, введя свой ИНН, может найти первый шаг, это поиск всех проверок, которые уже состоялись, и в этой части наш портал интегрирован с единым реестром проверок, введение которого осуществляет Генеральная прокуратура. Соответственно, мы вводим ИНН, нажимаем «Поиск», и в данном случае для примера мы использовали ИНН, одной из организаций, которая принимала участие в тестировании перед запуском промышленной эксплуатации данного сервиса. Это общество с ограниченной ответственностью из Воронежской области, и в данном случае на примере проверки государственной инспекции труда в Воронежской области мы хотели бы продемонстрировать, как сервис работает. Соответственно, можно зайти, предприниматель может зайти в карточку с подробной информацией о каждой из состоявшихся проверок, увидеть общую информацию о проверке, включая правовые основания проведения проверки, дата проведения проверки, соответственно, способ проведения проверки в данном случае, способ вручения уведомления о проверке, форма проверки в данном случае это выездная проверка, основание в данном случае это 294-й федеральный закон для проведения проверки, информация об органе контроля, Государственная инспекция труда в Воронежской области, фамилия, имя, отчество конкретных должностных лиц, инспекторов, которые принимали участие в проведении проверки, информация об органе прокуратуры, который согласовал проведение такого проверочного мероприятия, информация о проверяемом лице, то есть о самой организации, в данном случае это ООО «ТД-Текстиль». Согласование контрольно-надзорного мероприятия, информация о номере реквизита приказа и дата приказа руководителя контрольно-надзорного органа о проведении контрольно-надзорного мероприятия. И, наверное, самая важная вкладка, которую может просмотреть предприниматель перед заполнением формы обратной связи, это результат проверки. Здесь в том числе указаны нарушения при случае их выявлений, связанные с результатом контрольно-надзорного мероприятия. В данном примере мы видим, что в систему внесены сведения о двух нарушениях. Это нарушения, которые были выявлены на основании заявления работника о том, что работодатель не произвел и не начислил проценты, денежную компенсацию, в данном случае за неоплаченный в срок задержанную заработную плату. Соответственно, предприниматель, ознакомившись с информацией, который импортируется в систему из единого реестра проверок, может нажать на кнопку «Оставить обратную связь». И на следующем шаге открывается анкета, которая включает два блока. Первый блок анкеты обратной связи – это данные, которые предзаполняются самой системой. Вы видите номер проверки, дата распоряжения проведения проверки, номер распоряжения, орган контроля, опять же должностное лицо, которое осуществляло проведение проверочного мероприятия, характер проверки в данном случае, вид проверки – это внеплановая проверка, форма – выездная, дата, включая время проведения мероприятия. В случае, если какие-то поля на основании данных ЕРП не заполняются, у предпринимателя есть возможность редактирования всех полей. Соответственно, и далее ключевые вопросы, на которые предприниматель отвечает содержательная часть анкеты. Можем с вами в качестве примера сейчас быстро заполнить. Указаны ли конкретные обязательные требования, подлежащие проверки в распоряжении или приказе о проведении проверки? Например, указываем, что да, они были, они содержали меня. Я прошу, извините, я свое разрешение добавлю. Значит, вот это ключевой вопрос. Чем ограничится проверка? Ограничится ли она и зафиксирована ли четко предмет проверки? Потому что предприниматели не очень хотят, чтобы пришли из-за, я утрирую сейчас сознательно, да, из-за криво повешенной таблички, а потом проверили биографию родителей. Ну, не нравится им это по странному стечению обстоятельств. Поэтому вот это один из самых важных ключевых вопросов. Пожалуйста. Далее есть ряд вопросов, в зависимости от ответа на которые предпринимателю раскрываются детализирующие дополнительные вопросы, которые как раз и позволяют раскрыть содержание обратной связи. Были ли, по вашему мнению, допущены нарушения со стороны проверяющих органов при проведении проверки? Для примера, как раз чтобы такие вложенные вопросы увидеть, отвечаем да. И раскрываются дополнительные вопросы. Была ли организация своевременно уведомлена о проведении проверки? Например, да. Превысил ли фактический срок проведения проверки, соответственно, нормативный? Например, не превысил. Соответствовал ли состав должностных лиц? Да, соответствовал. Проверялось ли в рамках плановой проверки выполнение обязательных требований, не указанных в распоряжении приказе о проверке или проверочном листе? Вот здесь как раз то, о чем Александр Арнольдович говорил. Мы ответим, например, да, потому что это то, на что в рамках тестирования обратной связи мы получали наиболее часто ответ да. Юрий Сергеевич, то, о чем Вы говорили, соотношение квалификации и базовых интересов бизнеса с точки зрения взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Про квалификацию мы там дальше тоже будем сейчас. Спасибо. Был ли вам или уполномоченному представителю организации своевременно вручен акт проверки? Отвечаем да. Были ли выявлены проверяющими органами нарушения, поскольку мы видели результаты проверки? Отвечаем да. Согласны ли Вы с принятыми результатами проверки в отношении Вашей организации? Например, отвечаем, что согласны. Обжаловали? Не обжаловали. Были ли отменены результаты? Соответственно, нет. Повлекла ли проверкой принятые по ее результатам меры негативные последствия для Вашей основной деятельности? Опять же, в качестве примера ответим да. И у нас раскрывается список вариантов, где предприниматель может отметить одну или несколько опций, связанных, раскрывающих как раз те негативные последствия для организации, для ее деятельности. Для добавить комментарии, Саша. Да, да, да. Здесь есть возможность каждому, в случае, если мы выбираем да, были понесены иные убытки, мы можем нажать с правой стороны добавить комментарий и текстово раскрыть, что это за убытки. Отмечаем, соответственно, один или несколько вариантов. Было ли, по Вашему мнению, запрошено избыточное количество документов при проведении проверки? Ответим да. Оцените объем затрат и сдержек, понесенных в Вашей организации. В данном случае это качественная оценка. Прямые затраты, косвенные затраты, затрудняюсь ответить. Выбираем косвенные затраты и те как раз два вопроса, которые характеризуют взаимодействие предпринимателя с проверяющим, либо, а это первая оценка вежливости проверяющих, ставим, например, «хорошо», оцените компетентность проверяющих лиц при проведении проверки. Опять же, ставим, например, «хорошо». Мы сильно сомневались, когда эти вопросы, мы разрабатывали это вместе, повторюсь еще раз, с контрольно-надзорными органами, с предпринимательским сообществом, с «Опорой России», «Деловой России», «ТПП», «РСПП», с «ОСИ». Но мы сомневались эти вопросы в общении, правильно или нет, а потом оказалось, они где-то находятся уже в… как называется, Наташа? Система оценки качества государственных услуг. То есть это работающие вопросы, поэтому имплантация их сюда не вызвала у нас потом никаких сомнений. Ну и, собственно, в завершении анкеты предприниматель может оставить или убрать галочку со своего согласия на отправку данных анкеты в Генеральную прокуратуру и контрольно-надзорный орган. По умолчанию эти согласия установлены, предприниматель при необходимости может одну из галочек снять. И выбор федерального контрольно-надзорного органа в данном случае по профилю мы выбираем из списка Роструд как профильный федеральный контрольно-надзорный орган и в заключении предприниматель при необходимости, если он хочет вернуться затем к редактированию анкеты, может ее сохранить, либо, как в нашем случае, мы сразу завершаем опрос. И в момент завершения опроса мы видим, что эта анкета направлена в Генеральную прокуратуру, контрольно-надзорный орган. Кроме того, мы можем сохранить файл с анкетой в виде PDF-документа, где, соответственно, содержатся все те ответы, которые мы с вами при заполнении анкеты внесли. При необходимости, в случае, если предприниматель хочет следующий шаг, совершить это обращение в Генеральную прокуратуру или в Федеральный контрольно-надзорный орган. Спасибо. Еще, Юрий Сергеевич, совсем короткий комментарий. Значит, мы ни в коем случае, исполняя это поручение президента, не демонизировали и не демонизируем никогда контрольно-надзорный орган. Мы прекрасно понимаем, что не просто подавляющее, а практически вся часть работников, инспекторов защищает нашу с вами жизнь, поэтому мы это прекрасно понимаем. Значит, и для того, чтобы сделать систему сбалансированной, чтобы предприниматели не превращали в профессию, не превращали в профессию жалобщика, то есть профессиональные жалобщики возникают, которые один раз пожаловался, да, и он считает, что его это прикроют от других проверок. То есть у нас на портале бизнес-навигатора есть такой ресурс, который называется «Проверь контрагента». И наши поездки по регионам показали, что мы в правильном направлении идем. Значит, «Проверь контрагента». Вот там будет вывешена теперь, там проверка по 11 параметрам, по которым принимается решение, как правило взаимодействовать с этим бизнесом или не взаимодействовать, предпринимает эти решения банк, поставщик, потребитель и так далее. Вот там будет вывешено, если он пожаловался и системно проигрывает после этих жалоб, но понятно, что с ним не будет иметь дело ни банк, ни поставщик, ни потребитель. Потому что были разные точки зрения, вплоть до того, что штрафовать их, ну, штрафовать бизнес, наверное, сейчас не самое лучшее занятие. Но вот репутационные риски надо, чтобы они сопоставляли обязательно с тем, как они взаимодействуют с контрольным надзором. Таким образом, мы считаем, что соблюден некий баланс. Спасибо большое. Спасибо большое за интересную презентацию, уважаемые коллеги. Я, конечно, обратил внимание на возможность поставить галочку напротив надписи «Отправить заявление в Генеральную прокуратуру» или «Отправить эту анкету в Генеральную прокуратуру», когда предприниматель должен психологически сам на себя, значит, собственно, да. На инспектора. Почему же? На инспектора, да. Но я еще на одну вещь обратил внимание. Как бы вот это вот предприятие тестовое, на котором мы это все сейчас просматривали, торговый дом «Текстиль». Обратите внимание, что оно, ну, у него адрес регистрации – это Воронеж, улица «Текстильщиков». Ну, что логично, торговый дом «Текстиль». Но вместо фактического осуществления деятельности – это Воронеж, улица Шишкова. Я не пленился сейчас, посмотрел, значит, кто такой Шишков. Вот, это российский и советский, значит, и писатель, писатель-соцреалист. Вот, но начинал он карьеру в качестве инженера и инспектора того, что сейчас мы бы назвали Росприводнадзором. Он был губернским, значит, инспектором, который проверял, ну, собственно, состояние водных объектов, да. Поэтому мне хотелось бы на этом Светлане Родиону предоставить микрофон. Спасибо большое, Евгений Сергеевич. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за возможность выступить. Я думаю, что мои предшественники Михайлович и Александр Анатольевич все сказали уже, наверное, и презентацию Михаилу Альбертовичу можно было бы ставить бы и, наверное, любому контролирующему органу на сегодняшний момент. Я очень благодарна здесь за подзвучавшую фразу сейчас, что мы не будем демонизировать инспектора. Знаете, я сейчас скажу то, за что меня все время Юрий Сергеевич и все-все-все постоянно ругают. Да, я защищаю все время своих людей, но не выводят особенную породу людей, понимаете. Ну, нет такого, ну, как бы не клонируют. Вот есть хороший человек, он предпринимателем родился и вырастет им, и пойдет в жизнь. А есть это только в фильмах-утопиях мифических такое бывает. Это наши люди. Их много-мало. Кому-то кажется, что их слишком много, кому-то кажется, что их слишком мало. У меня на 28 человек, занимающихся ТКО, в этом году 78 тысяч входящих жалоб. Вы понимаете, что такое 78 тысяч входящих жалоб? То есть это граждане, которые требуют защиты. Это граждане организации или кто-то еще требует защиты. Да если мой инспектор станет и скажет, что штрафовать не буду, его же лоскуты просто разорвут, как только он на улицу выйдет, понимаете. Нет особенной породы людей, которые хотят занамеянно принести вред российскому бизнесу. Есть системные ошибки, есть проблемы. У нас на сегодняшний момент, да, есть у меня небольшой слайд, и сама суть нашего сегодняшнего диалога. Вот мы начали диалог сегодня, зашли в кабинет, вот в этот большой. Половина народу сидит, половина стоит. Это уже визуально неприятно. Кого-то попросили удалиться, люди уже даже не будут помнить, о чем мы говорим, будут помнить, что их выгнали. А кто их выгнал? Вот здесь сидят инспектора, понимаете. Вот оно плохое, вот с чего начал надзор. Зашел в кабинет, сам уселся, половину народу выгнал, и что-то еще сделал. Да не бросили мы эти места, понимаете. Все по-другому на самом деле. В реале-то устроено. И это все выглядит по-другому. И люди у нас работают разные, хорошие, плохие. Знаете, почему милицию часто ругают? Их полтора миллиона человек, у них просто срез короткий. 140 миллионов, и там считать плохих и хороших. Или полтора, их больше видно. И предприниматели, я здесь очень благодарна за то, что есть обратная связь, эта карточка. Вот я смотрела, я бывший прокурорский работник, я знаю, как заполняется реестр проверок прокуратуры. Я сама вот ни один реестр ручками заполнила все время. Я посмотрела на эти галочки. Да, услуги и контроль – разная вещь. Это совершенно разные. То есть все вместе смешать в одну банку не получится. Это горячее и соленое. Оно вроде бы со одного стола, но разное, понимаете. И когда мы эти галочки ставим, все понятно. Я вас уверяю, 80% предписаний, выдаваемых моей службой, обжалуются. Если он нарушит сроки, не те люди придут, которые обозначены в предписании, предмет права, снесут в суде, не начиная со судебного заседания. Не устоит ни одно предписание. Все предприниматели, слава богу, научились защищать свои права, в том числе органами судебной власти. Может быть, не самый хороший диалог, потому что идет в суд, это как бы затягивает процесс, там еще что-то, какие-то вещи. Но я всем всегда говорю, судитесь с нами. Это правильно, это ваше право на защиту. Государство дало вам такую возможность. Это первое. Второе – мы не боги. И может быть, мы совершили ошибку, и в ходе судебного заседания у вас будет больше возможности представить ту картину, которую не увидел, допустим, нерадивый инспектор или, не дай бог, ангажированный, про которого мы говорим. И здесь мы совершенно четко едины в своем понимании. Мы, малый и средний бизнес, можем проверять только внепланово. То есть это только жалобы обращения граждан. Есть специальные ресурсы. У нас там ГИС нашей природы создается. И все, чтобы человек, сфотографировав перевернутую корзину мусора, мог просто отправить нам обращение. И все. И 59-й ФСЗ пошел в действие. И попробуй не рассмотри это обращение. Вот сегодня у меня был прием граждан. Я его каждый месяц сама лично осуществляю. А еще я выезжаю в регионы, и там людей принимаю. И слышу, что люди говорят. И та, и та страна – это наша страна. Это наши люди. И там, и там. И мы очень хотим, чтобы наш… Что такое для меня идеальный подчиненный? Молодой, сильный, здоровый, который уже может и еще хочет. Понимаете? Который уже умеет. Это вот, я соглашусь с коллегой, не каждый специалист может быть проверяющим. Это особая категория людей. Это психику надо выдерживать. Вот у нас плензал здесь, я наблюдала, кто-то спал там. Я там в телефоне прочитала, как Дмитрий Анатольевич попрощался с правительством. И еще что-то. Но это особый вид людей, которых надо обучать. Вот я в этом здании проходила обучение год назад, в декабре месяце, будучи замокурукорителем другой федеральной службы. Мне сильно помогло. Я смотрела в кабинете, в котором я обучалась, на 50 человек, которые начальники департаментов, начальники отделов. Минус один, минус два. Тот самый soft skills, которым мы нас учили. То есть нашим людям тоже надо рассказывать, что мы меняемся, что не все так косноязычно, что не все так прямолинейно. Я не буду вам говорить про материальные трудности. Я не буду вам говорить про необеспеченность информационными ресурсами, которыми необходимо насыщать инспектора, если мы хотим его видеть про другое. Это что это у нас? Это у нас дистанционный надзор, это у нас возможность удаления человеческого фактора как минимум. Я службу одного окна открыть не могу в половине подразделений, понимаете? Для того, чтобы инспекторы и принимающие документы были разные люди. Ну, чтобы удалить, как положено по закону, субъективный фактор. А мне это нужно. Нам вот этот закон, который сейчас принимается, он нам нужен, честно вам скажу, больше, чем предпринимателям. И кодекс этики нам нужен больше. И все вот эти законодательные инициативы, которые сейчас есть, мы ждем, как манну небесную. Нам надо четко понимать в правилах, чтобы мы не постояли. Я эту фразу все время говорю, ее Сергеевич за меня тоже, ее все время за эту фразу ругает. Почему в шапке, почему без шапки? Чтобы это прекратилось. У нас есть четко определенные правила, и есть четко определенные правила предпринимателей. Что мы должны, когда и в какой форме, как мы должны выглядеть. Безусловно, мы должны быть вежливыми, безусловно, мы должны быть образованными, безусловно, мы должны быть оснащенными, безусловно, мы должны быть информированными. Он не должен приходить на предприятие, как будто он первый раз его видит. Он должен готовиться к проверке, он должен иметь нормальное наблюдательное дело, которое есть. Не должно быть, что Иван Иванович уволился, с ним ушли все смысловые нагрузки и накопленные знания по этому предприятию. И новый Иван Иванович придя говорит, а давайте покажите мне все, начиная от того, как вы родились, женились, когда первый столб забили, когда это предприятие основали, и пошло-поехало. Предмет проверки очень важен. Нам нужны многие вещи, у нас многие вещи внедрены. И кодекс этики у нас есть, и работаем мы со своими подчиненными, и много-много всяких новелл мы вводим с 2014 года. Допустим, та служба, в которой работаю я, она их объявляет, они публично расположены на сайте. Я хочу сказать спасибо Юрию Сергеевичу и всей команде за новеллу, которую мало кто заметил. 294-й ФСС содержит обязанности инспектора, а новая законодательность содержит его права и содержит требования к нему, к квалификации. И мы надеемся, что то, что выступал представитель научного сообщества, то, что сейчас коллега мой, я думаю, еще что-то скажет, что наших инспекторов дообучат, дорасскажут, как это правильно, ведь мы многое не знаем. То есть у нас приходит либо совсем молодежь, либо мы имеем уже людей, которые работают. Самый страшный принцип для меня, когда мой инспектор говорит, мы так делали всегда, а у нас так принято. Ни закон, ни новые нормы, ни какое-то развитие, а у нас так принято. Вот эта фраза не может работать в инспекторском контроле. Поэтому я хочу сказать простую вещь. Мы многие вещи внедряем, не такие мы костные. Вот посмотрите, у нас все, что касается нового облика и новых требований к нему. Мы очень благодарны бизнес-сообществу, когда оно с нами в конструктивном диалоге. Ну, потому что агрессия, она никому не идет на пользу. Это такое тупиковое противостояние. Мы внедряем профилактика рулит. Это, как сказать, восторженные выкрики моих сотрудников, которые первый раз прочитали новый закон, который был предложен и сейчас там находится на рассмотрении. Поэтому для нас это очень много. И мы тоже ждем новый закон, потому что тот инструментарий, который он даст, он очень широкий. И те полномочия, которые будут у нас, и их форма, и четкое описание их, это тоже очень для нас важно. И я бы хотела сказать, что обучать инспектора, как инспектора, после того, как он проработал какой-то конкретный период времени, год, полтора, прошел период на станчества, это обязательная вещь. То есть и обязательно раз в пять лет он должен проходить повышение квалификации. И фактически окунаться в новую среду обитания. Иначе мы получим закостенелого человека, который будет говорить самую страшную для руководителя контрольного органа фразу «у нас так принято». Вот этого не должно быть. А поэтому я считаю, что мы трансформируемся вместе с законодательством, и мы живем в этом государстве, и, в принципе, мы слышим бизнес. Я не могу сказать, что кто-то может нам, ну, сказать, что вот вообще вы живете отдельной жизнью, на отдельном участке Российской Федерации вы ходите в поле только на проверке и видите там живых людей. Поэтому все вместе, наверное, все достаточно трансформировано. Мы хотим, чтобы нас обучали. Мы просим сейчас, если мы можем на этой площадке, дайте нам больше возможностей направлять наших людей на обучение. И тогда мы получим того самого идеального специалиста. Вот сейчас коллега похвастался, для меня похвастался, вздумайтесь, 14% текучка, да? 14% — это немалые цифры. А у меня сейчас 1200 человек из 3600 отсутствует в территориях. 1200 человек нет. Понимаете? Я не могу их набрать, я не могу взять обы кого, ведь он пойдет предъявлять требования, он должен быть лучше, чем тот, кого он будет проверять. Но ко мне люди не идут, мне нечем их завлечь. И нам необходимы и обучение, и перспективы, и личностный рост за это тоже пойдут. И за вот эти вот, можно назвать их бонусами, да, то есть за вот эту вот потребность человека в росте люди тоже к нам пойдут. Поэтому для нас очень важна вот такая вот, наверное, комплексный подход. И, конечно, все, что описано в законодательстве, сейчас мы просто ждем, не дождемся, потеряем руки, когда это будет. И это будет наш, наверное, такой большой, серьезный прорыв. Ну и, естественно, то, что мы идем в единое информационное поле для всех органов, ну это данность, да, то есть это наше будущее, и без этого нам никуда не деться. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Спасибо, Светлана Геннадьевна. Спасибо, Светлана Геннадьевна. Вот, но мы все понимаем, что у нас существует, ну на самом деле, разрыв между тем, какого инспектора мы хотим видеть, какого инспектора хочет видеть сообщество контролируемых лиц, значит, и того, какие инспекторы у нас, значит, на сегодняшний день есть. В целом на дефицитном рынке труда, где не хватает хороших специалистов, понятно, что лучших специалистов покупают те, у кого высокие зарплаты, у кого хорошие бонусы, хорошие, как бы другие, значит, другие условия. И поэтому, мне кажется, что было бы логичным, чтобы как раз, так сказать, ну итоговое выступление в нашей дискуссии, ну, чтобы это итоговое выступление, с итоговым сообщением выступил бы Михаил Иванович Иванков, потому что, с одной стороны, он представляет контролирующий орган, с другой стороны, он представляет, ну, ведомство, которое у нас в целом отвечает за госслужбу и за, значит, в том числе за этику государственной службы. Вот, мне кажется, было бы очень интересно услышать такой интегральный взгляд с вашей стороны, и, в том числе, может быть, попытаться ответить на вопрос, как нам наши потребности в образованном, подготовленном, переподготовленном, честном, профессиональном инспекторе, который, как выразилась Светлана Геннадьевна, лучше, чем тех, кого он проверяет, значит, как нам нашу вот эту потребность соотнести с нашими возможностями, которые, ну, очевидно, так сказать, ниже, чем те возможности, которые предоставляет коммерческий рынок. Так, пожалуйста. Спасибо, Юрий Сергеевич. Ну, наверное, я все-таки в большей степени буду говорить как надзорного органа, но, безусловно, затрону и вторую часть, такую более системную, которую вы сказали. Ну, сначала я, как бы, отреагирую на то, что было сказано. Ну, вот, Светлана там тоже цифры привела по текучести кадров, да, ну, мы здесь тоже не исключение. У нас текучесть кадров по прошлому году, по 18-му, по 18-му, по 18-му, по 18-му, по 18-му, по 18-му, мы еще не завершили. По этой статистике оставила порядка 50%. То есть это общая болезнь для всех надзорных органов. Поэтому вопрос именно подготовки инспектора, да, применительно к тем технологиям инспекционской деятельности, которые сейчас применяются, он имеет там сверхогромную важность. Ну, вторая часть, понятная вопрос, это как сделать так, чтобы не было такой текучести кадров, но я постараюсь тоже коротко об этом тоже сказать. Что касается надзора в сфере труда и непосредственной деятельности Рост труда. Ну, надеемся, да, мы также, как и все наши коллеги, надеемся на то, что в ближайшее время будут приняты два закона. Два закона для нас, конечно, главный закон, это вот этот кодекс надзора, который, ну, в конце концов, действительно определит не только обязанности инспектора, но и его права, и завершит выстраивание полноценной технологической схемы. Вот я акцент делаю именно на технологической схеме. Рост труд начал системную реформу еще в 2015 году. Была правительством Российской Федерации удержана концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения законодательства о труде. И в рамках этой работы мы, по сути, как вот мы сейчас говорим, мы пытаемся формировать такую экосистему нового надзора. Ключевые элементы – это обновленная, открытая, прозрачная система обязательных требований, но, безусловно, реализация механизма регуляторной гильотины, она, например, такой завершенный современный характер. Второй блок – это инструменты, собственно, надзора. Это современные цифровые инструменты, инструменты, связанные с тем, что уже неоднократно упоминалось, это вопросы, связанные с рискориентированным подходом. Ну и самое главное, самое главное – это то, что делает эту систему цельной, это то, что делает эту систему единой, это именно государственный инспектор, в данном случае государственный инспектор труда, без которого все остальное, все остальное, оно не имеет никакого смысла, потому что мы говорим все-таки о надзоре. И в том документе, о котором я говорю, то есть концепция, которая была одобрена испоряжением правительства, именно облику вот этого нового инспектора, ну, было уйдено достаточно внимания. Что мы на сегодняшний момент сделали, и, ну, я буду говорить применительно, говоря об инспекторе, да, какие требования сейчас должны быть к нему, и как мы решаем эту задачу, ну, применительно к реалиям надзора, к технологиям надзора. Ну, остановлюсь буквально на нескольких таких вот небольших моментах. Ну, безусловно, это цифра. Внедрение в надзор современных цифровых технологий, это, как я уже сказал, это данность, да, это общий тренд, который, без которого мы не можем двигаться, не то, что двигаться дальше, да, просто без него мы не можем уже выполнять свои прямые обязанности, которые прописаны законодательством. Это разделяется у нас на два направления. Первое – это внутренние инструменты, с помощью которых инспектор осуществляет надзор. Мы уже два года как запустили в действие так называемую АСУК-НД, авторитетизированную систему управления надзорной деятельностью. То есть, ну, если раньше, как приходит время плановой проверки, да, инспектор достает с какого-то грузбуха, там, не знаю, план-график, там, достает какие-то образцы распоряжений, что-то там печатает. Ну, для нас более актуальный вне план, потому что у нас 90% это работа по обращениям конкретных граждан, которые ждут защиты своих прав. Ну, где-то он заметил обращение, где-то оно там как-то там под листочек попало, да, и так далее, и так далее. Так вот, система, она управляет действиями инспектора. Система автоматически, автоматически запускает все процессы надзорной деятельности. Система полностью, полностью весь процесс, весь процесс контролирует, определяет, куда идет инспектор, что делает, когда делает. Ну, я вот, как руководитель надзорного органа, могу видеть действия любого инспектора, это единое облачное решение, и плюс здесь же, а здесь же у нас реализованы инструменты управления КПИ. Когда мы начали внедрять систему, мы поняли, что надо что-то делать очень серьезное с точки зрения, не то что там объяснения, да, вот научить, это не так сложно оказалось, научить применению инструмента, психологически очень многие люди оказались не готовы, не готовы работать в рамках вот этой вот связки человек-машина. Ну, мне хочется сейчас чайку попить там, да, или куда-то там отойти, там, да, что-то там. Ну, здесь хороший человек, может быть, вот попался работодатель, ну, что я буду его наказывать так сильно, да, ну, вот система сейчас не позволяет делать. Ну, значительное количество людей, мы вынуждены были с ними расстаться, потому что мы достаточно жестко, достаточно жестко внедряли вот эти все инструменты. А сейчас мы подходим к следующему этапу, это полноценный дистанционный надзор. Сейчас принят закон об электронной трудовой книжке, в Государственную Думу внесен закон об электронном кадровом документообороте. Электронный дистанционный надзор в полном таком объеме, он может быть только тогда, когда на стороне работодателя также цифра. И вот для нас сейчас принципиальным является закон об электронном кадровом документообороте, когда именно кадровые документы будут вестись в цифровом формате. Мы провели уже ряд пилотов, ряд экспериментов со Сбербанком, и мы, ну, скажем так, немножечко расстроились от того, что наши ожидания, это не просто наши ожидания, да, мы подключали науку, все вместе мы дружно работали, а все-таки мы пытались минимизировать участие человека, мы большие надежды укладывали на форматологический контроль, но это все возможно, оказалось, но теоретически. Для этого мы должны настолько жесткие рамки по форматам данных, по классификаторам применяемым поставить перед нашим поднадзорным субъектом, перед работодателем, что уже теряется смысл всего. То есть вместо того, чтобы упростить его жизнь, мы ее усложняем. Поэтому мы все равно, все равно, да, вот даже в рамках электронного дистанционного надзора у нас остается инспектор. Вот в ходе вот этого пилота, который мы привели со Сбербанком, у нас буквально за 20 минут машина провела проверку нескольких тысяч трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, какую-то часть нарушений система выявила, по какой-то части она уже определила зоны риска. И зона риска оказалась намного больше, чем реально может физически отработать инспектор. И здесь уже следующие требования к инспектору возникают. Умение, опять же, вот то, о чем говорилось, да, оценивать риски того или иного нарушения. Ну, например, да, есть риск невыплаты заработной платы, непрописанной, условно говоря, в трудном договоре соответствующие условия. Есть риск, с другой стороны, там, непрописанной льготы компенсации за работу во вредных условиях труда. Это очень важная вещь. Инспектор должен на это, в первую очередь, обращать внимание. Понятно, что машина, конечно, сранжирует эти риски, но есть, опять же, там риски меньшей степени, которые касаются тех требований к оформлению трудового договора, которые не влекут непосредственное нарушение прав. Мы в этом направлении, безусловно, будем двигаться, будем отрабатывать далее технологии, вот этот форматологический контроль, но у нас все равно здесь останется инспектор. Но это уже совершенно другой инспектор. Какие еще перспективы в цифре у нас? Вот мы сейчас с опорой России отрабатываем технологии реализационного надзора за проведение медицинских осмотров. Это совершенно новый подход. Это вообще инспектор будет заниматься совершенно другими вопросами, нежели тем, чем он занимается сейчас. Сейчас он в ходе проверки проверяет документы на предмет наличия, отсутствия прохождения медицинских осмотров там, где они положены. Здесь он уже будет работать в онлайне, и, опять же, по тем сигналам, по индикаторам риска, которые будет задавать информационные системы. Ну, здесь пока мы еще только совместно с коллегами начинаем эту отработку. Ну, это блок, касающийся цифры. Еще один блок я отмечу. Это, собственно, охрана труда. Охрана труда. Сейчас мы находимся достаточно такой серьезнейшей реформой всей системы охраны труда в Российской Федерации. В Министерстве труда подготовлен достаточно серьезный проект изменений в трудовое законодательство. Полностью переписана 10 глава Трудового кодекса. Ну, чтобы было понятно, в чем суть модели охраны труда советского периода. Ну, как в любой нормальной корпорации, да, вот почему я говорю корпорации, потому что мы плотно работаем с крупным бизнесом и видим, как там все это построено. Все требования, какого цвета каска, как она должна быть одета, какие рукавицы, да, они прописываются сверху донизу. И они выполняют. Советское Союз это была та же самая корпорация. Вот модель была выстроена, что те, кто отвечают за охрану труда в руководстве корпорации, они определили, как все должно быть. Сейчас модель совершенно другая. И суть вот этих изменений, она к тому, что именно тот, кто производит риск, то есть хозяйственный субъект, предприятие должно принимать меры по устранению этого риска. И если раньше инспектор, он должен был внимательно изучить правила охраны труда, работать на высоте, там, я не знаю, в сельском хозяйстве и так далее, придя на предприятие, ну, сверить то, что есть в документах, то, что он видел, с тем, что написано, то сейчас инспектор совершенно другая задача. Он должен уметь анализировать риски, он должен оценивать систему управления рисками стороны работодателя. Да, безусловно, остается так называемый каркас безопасности, это базовые требования, которые будут оставаться в законодательстве, прописаны с точки зрения обязанности. Но инспектор должен уже превращаться в эксперта-аналитика именно с точки зрения управления рисками. Управление рисками применительно конкретной технологии, применительно конкретному предприятию, применительно конкретной ситуации. Что мы делаем с точки зрения подготовки инспекторов? Ну, я уже сказал о том, что текучесть составляет порядка 50%. С одной стороны, вещи, связанные с организацией надзорной деятельности, вот это наша самая АСУКНД, благодаря которой, с одной стороны, мы распрощались с значительным количеством наших работников, которые, как странно говорят, что да, мы всегда так делали. Ну, система им не позволила, но они не захотели присоединиться. С другой стороны, с точки зрения прихода новых инспекторов, ну, все, система их ставит на конвейер и ведет по этому конвейеру. Это несколько проще, оказывается. Но, опять же, меняется законодательство, меняются технологии, поэтому, безусловно, наставничество. Второй блок мы запустили в 2017 году, автоматизированная система оценки профессиональных качеств и уровня квалификации инспекторов. То есть, у нас все инспектора в постоянном режиме проходят через эту систему, и мы постоянно обновляем тестовые вопросы. Идет все под камеру, мы все это контролируем. То есть, постоянная прерывная система адаптации инспекторского состава к новым технологиям, к новым требованиям, к новым подходам. Ну, опять же, это то, что касается, каким образом действующих сотрудников нам каким-то образом научить работать в новых условиях. Ключевой вопрос, все-таки, это базовая профессиональная подготовка. Мы уже несколько лет проводим эксперименты. Я тоже, можно сказать, не эксперименты, это уже наша текущая жизнь. Мы на основе договоров с рядом вузов. Первым был Московский политехнический университет, сейчас у нас шесть вузов, включая Санкт-Петербургский политехнический университет, Тольяттинский университет, Уфимский нефтяной, Астраханский университет, Сибирский федеральный университет. И именно в рамках нашего сотрудничества реализуется магистрский программ, под названием надзорная инспекционная деятельность в сфере труда. То есть мы получаем на выходе уже готового инспектора, именно того, кто знает современные технологии, те, которые мы применяем, которые владеют необходимыми навыками и знаниями с точки зрения надзорного производства, которые знают, что такое риск, какие бывают методы, инструменты его устранения. На сегодняшний момент у нас уже, сейчас именно 19-20 год, 137 человек обучаются в магистратуре, это наши новые кадры. Это те люди, которых мы ждем, с которыми мы работаем. Ну и, безусловно, идет работа совместно, потому что мы участвуем в написании программ, курсов, наши специалисты участвуют в преподавании. В итоге мы готовим тех, кто нужен именно нам сейчас. Безусловно, конечно, этим не исчерпываются все инструменты подготовки инспекторов. Ну вот у нас, например, через наших хозяев сегодняшних, да, только в прошлом году 512 человек прошло повышение квалификации в Академии. Исходя из того, что численный спектр состава 2500 человек, ну, значительно, очень значительное количество, там, где люди получают именно, ну вот, не буду повторять то, что было на одном из первых слайдов Академии представлено, что Георгий давал, а вот по всем этим направлениям они тоже повышают квалификацию. Ну, буквально, может быть, там, 2-3 слова по каким-то неким системным вещам. Ну, вот, опять же, вопрос подготовки инспекторов, вопрос обучения именно тех людей, которые, ну, должны к нам прийти. Опять же, понятно, что есть базовые вещи, есть базовые вещи, без которых в той или иной спире инспектор работать не может. Михаил Альбович, ну, понятно, что там должен быть, вот, в первую очередь, врач, специалист фармацевт, ну, и кто там специалист в конкретной области. У нас, получается, два таких блока, два направления. У нас есть охрана труда, и у нас есть, так называемые, правовые инспекторы, которые занимаются вопросами заработной платы, нарушения иных трудовых правов, оформления трудовых отношений. Почему мы магистратуры проводим на... обучаем магистратуре на базе технических, прежде всего, специальностей технических узлов? Потому что без инженерного образования, да, заниматься вопросами охраны труда невозможно. А вопросы правовые, в качестве второго уровня знаний, они ложатся нормально на базовое инженерное образование. Ну, это вот именно наша специфика. Хочу отметить, что сейчас Министерство труда Российской Федерации также в рамках решения задач, связанных с обеспечением кадрами надзорных органов, вот сейчас разработан проект указа президента Российской Федерации, он на регуляйшн сейчас есть, о подготовке кадров для Федеральной государственной службы, и как раз там вводятся именно нормальные инструменты целевого набора. Вот мы сейчас, вот опять же, я говорю, 137 человек у нас обучается, мы не уверены, что они к нам придут, да, мы их ждем, мы их ведем, да, но у нас нет никакого правового инструмента, ждать, что они придут. Вот этот указ, указ решает эту проблему. Вот для нас это очень важно, это очень важно. Ну, я не буду, в общем, вот в тему, вот опять же, да, все-таки немножко уйду от темы, связанной с Минтрудом. Если Анатолий Черкасов, заместитель министра, кто-то ведет, здесь есть, если я, может, прошу прощения, да, Алексей. Если какие-то вопросы касательно системных мер по госслужбе, ну, наверное, все-таки лучше к первоисточнику обратиться. А что касается надзора и того, что мы делаем, ну, наверное, вот самые важные вещи я сказал. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, да, спасибо большое, Жан Михайлович, уважаемые коллеги. Вот, ну, мне кажется, что сегодня просущались самые разные, из самых разных, так сказать, точек зрения оценки того, как, каким должен быть инспектор, вот, и как меняются образ и квалификация инспектора, как бы, ну, в связи с последними изменениями. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что какие-то вещи, которые, ну, действительно важны для, значит, ну, вот этого нового образа инспектора, нам действительно удалось возложить в законе. Может быть, это не все, что хотелось, но, по крайней мере, такой первый шаг. Вот, и, ну, мое личное представление связано с тем, что, наверное, все-таки, так сказать, мы должны двигаться в том направлении, когда инспектор это некая самостоятельная процессуальная фигура с высоким статусом, с хорошим социальным пакетом, но при этом и, там, безусловно, с серьезной ответственностью за принимаемые решения. Наверное, как бы, тренд в этом. Вот, мне показалось, что, значит, второй, как бы, вывод, который сегодня у нас напрашивается из нашей дискуссии, это постепенное разделение тех функций инспектора, которые поддаются механизации, ну, механизация во всех смыслах, как бы, это и, так сказать, электронизация этого процесса и создание, как бы, любых таких, ну, а-ля тестовых алгоритмов для работы инспектора, когда ему достаточно трудно выйти за, значит, шаблонную модель. Понятно, что мечта любого ресторатора – это создать фастфуд, да, поэтому в каком-то смысле, почему? Потому что вещи технологизированы, и ты там не зависишь от таланта повара, условно говоря, да, потому что уже у каждого прописана своя мини-функция, которая, значит, ну, достаточно элементарно выполняется. Но при этом мы понимаем, как бы, что, наверное, какая-то часть функций может быть перенесена вот в эту жизнь машин, да, но, значит, мы для того и обучаем инспектора и переобучаем его для того, чтобы у него появлялась профессиональная интуиция, в каких-то вопросах он мог выйти за пределы вот этой, значит, вот этой вот матрицы. Ну, третий вывод, который, мне кажется, напрашивается из нашей дискуссии – это то, что на сегодняшний момент нам, ну, если я правильно понял своих коллег, прежде всего, представителей контрольно-надзорных органов, нам едва ли нужен специалист, которого мы должны, как бы, от начала до конца готовить. То есть мы должны дать инспектору кастомизированный набор знаний, который, то есть его, может быть, не нужно там от него требовать там пяти- или семилетнего обучения, а нужно дать ему некий достаточно компактный набор, ну, по крайней мере, вот ту правовую присадку, да, которую он должен обладать, как, значит, именно представитель контрольно-надзорного надзорного органа, которая должна интегрироваться в его, как бы, хорошую профессиональную техническую, технологическую базу, как специалистов в своей области. Вот. Ну, я думаю, что мы предоставим возможность аудитории там задать пару вопросов, если есть у кого-то такая необходимость. Ну, вопрос, конечно, нашим экспертам, нашим выступающим. Если нет желающих, то тогда я бы предложил, если нет больше желания ни у кого высказаться, то, значит, тогда нашу дискуссию на этой оптимистической ноте и закончить, и дать возможность тем, кто сегодня за это вам отдельное спасибо стоя нас слушал, да, все-таки, так сказать, дать возможность ногам отдохнуть, да, спасибо. 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 Спасибо.